И всем доброго времени суток, дорогие друзья, вы на канале Стэнди, и в сегодняшнем ролике вы увидите мое сравнение и обзор двух частей Hello Neighbor. Ролик будет для меня необычным, так как снимаю такой формат в первый раз, поэтому ребят, пожалуйста, если я в этом видео скажу что-то не так, то можете смело это написать в комментариях. Усаживайтесь поудобнее, ну а мы начинаем. Вот тут интересная тема, ведь геймплей двух частей похожи, но не так сильно. Почему я так думаю? Да дело в том, что фишки второй части Hello Neighbor особо не соответствуют первой, ведь теперь нельзя подбирать никаких вещей, где мы могли это сделать в первой части. Но опять же, это наверное связано с тем, что разрабы хотели сделать вторую часть минималистичной для новых игроков, может оно и к лучшему, кто знает. Но по моему мнению, это было ошибкой, ведь это так было прикольно брать тот же стул и запирать двери от соседа, брать коробку и кидать ими в соседа, да тот же клей можно было взять и кинуть в соседа, чтобы тот замедлился. А во второй что? Можем все так же подбирать различные предметы, угу, можем ими взаимодействовать, угу, но где эти чертовые коробки и стулья? Да, я понимаю, что все это было в пре-альфе и альфах версиях Hello Neighbor 2, но в релизной версии такого больше нет. Опять же, я думаю, что это из-за минимализма, но этот минимализм убивает атмосферу и фишку игры, как бы глупо это не звучало. Ладно, с предметами уже пора заканчивать и нужно поговорить о чем-то другом. Так, ах да, во второй части Hello Neighbor появился типа открытый мир, его обещали взять большим, но передумали. Хотя с другой стороны, этот открытый мир это действительно новый уровень для Hello Neighbor, ведь в первой части мы не могли выйти толком даже никуда, кроме как пойти к дому соседу. Хотя с другой стороны, этот открытый мир это действительно новый уровень для Hello Neighbor, ведь в первой части мы не могли выйти толком даже никуда, кроме как пойти к дому соседа, к нашему дому и все. Грубо говоря, открытого мира в первой части попросту и не было, а он и не нужен. Ведь игра планировать быть в первую очередь хоррор игрой, а не квестом с открытым миром. Почему квестом? Да потому что во второй части там в принципе такого хоррора не было, но почти. В основном ты должен был идти к одному дому, к другому, искать там нужные вещи, а чтобы их получить ты должен решить загадку. И по моему мнению, вторая часть это чисто квестовый хоррор, но прикол в том, что в бейте Hello Neighbor 2 ты мог идти к абсолютно рандомному соседу и там же начать разгадывать загадки. Но в релизе разрабы решили сделать пошаговый квестовый хоррор, то есть ты должен сначала пойти к полицейскому, то есть Нильсону, потом Гердия, которая бекерша, затем к таксидермисту, который охотник, а уже в конце к мэру. То есть у игрока попросту нет выбора. А еще разрабы выпустят DLC для второй части, но они если честно бесполезны, по моему мнению. Они и так для галочки. Эти DLC делали кстати разработчики ФНАФ 9 и ФНАФ Хелп Вонтед. А пока я говорю про открытый мир Hello Neighbor 2, я совсем забыл про способности Некорота, ну тот самый главный герой из первой части Hello Neighbor. Ну как способности, это не совсем способности, а скорее какие-то навыки или фичи. Такие как становление невидимкой, сильно кидать предметы, делать двойный прыжок и отталкивать соседа на большое расстояние. Также эти способности выделялись тем, что их нужно было получить. А чтобы их получить, нужно проходить сны Некорота. И кстати, и насчет снов. Сделаны они реально прикольно и забавно. В этих снах было что-то такое, которое давало игроку какой-никакой экспириенс и желание дальше проходить игру. Ненусные во второй части они тоже есть, но они тупо сделаны для катсцен и сюжета. Кстати, недавно на днях я увидел один ролик, где один чувак рассказал то, что будет в новом девятом патче. И там разработчики добавят как раз то, чего не хватало из первой части Hello Neighbor. И это запирать двери стульями. Не, ну конечно это круто и очень удобно, но прошло как-никак 7 месяцев с момента релиза игры. Не думаю, что бы кто-то очередной раз будет перепроходить игру. И вы можете у меня спросить, так кто лучше? Я отвечу, что обе части Hello Neighbor имеют хороший геймплей, по баллу каждому. Ну а теперь переходим к моему самому любимому разделу, а то есть графике. И тут я могу с храбростью сказать, что графика во второй части лучше, чем в первой. И как бы да, это же очевидно. И опять же, это странно, когда ты сравниваешь графику игры 2017 года и игру 2022 года. А между ними, на минуточку, разница 5 лет. Не, ну конечно графика во второй части менялась. Ведь при альфе и альфах в версиях Hello Neighbor 2 была частичка морщиноватности что ли. А в релизной версии она стала выглядеть лучше и появилась в ней какая-то частичка реализма. И блин, мне не одному кажется, что деревья в первой части очень похожи на деревья из игры Роблокс. Да, я понимаю, что денег на графику никак не было, поэтому нужно было сделать игру немного мультяшней. Но если мы вернемся к альфам версиям в Hello Neighbor 1, то заметим, что графика действительно отличалась. Многие конечно скажут, что в альфах версиях графика намного лучше, чем в релизной Hello Neighbor 1. Я по поводу этого ничего не могу сказать. Но опять же, во второй части Hello Neighbor есть некоторые места, где графика немного хромает. И речь идет о пиксельных тенях и мыльных предметах. Насчет предметов я могу понять почему. Ведь мы ими не можем взаимодействовать. И кстати, разработчики недавно добавили классную функцию для Hello Neighbor 2 и это RTX графика. Но есть одно но. Она практически ничем не отличается от обычной графикой. Максимум, в чем там различия, это так и это освещение, отражение и тени. Балл получает Hello Neighbor 2. В первой части, когда мы находимся в меню, мы можем заметить, что в этой игре есть акты. Их всего 4, но финально это можно сказать босс батл. В первом акте мы играем за маленького некорота. Короче, возвращаемся в его прошлое. Этот акт довольно интересный тем, что он знакомит игрока с соседом и дает знать, что он недружелюбный и держит кого-то в подвале. Нашей же задачей разъяснить, кого запер сосед в подвале. Но когда мы открываем подвал и входим в него, понимаем, что он небольшой. И когда же мы наконец доходим до финишной прямой, нас сосед ловит в ловушку и мы ему попадаемся. Второй же акт, но он, если честно, не очень. Когда вы выйдете из подвала, то увидите, что сосед нехило так запригадирую огромными заборами свой двор и дом. Нашей же задачей теперь выбраться нахер отсюда. В третьем акте мы играем уже за прозровслевшего некорота, где он в свою очередь переезжает из своей квартиры в новый дом. Но видим, что у некорота происходят галлюцинации, вспоминать свое жуткое прошлое. Он быстро ложится на диван и засыпает. Но когда просыпается, тот замечает за своим окном охренеть, какой огромный дом соседа. Грубо говоря, улучшенный дом из второго акта. И наша же задача опять сходить в подвал и узнать секреты. В четвертом акте происходит какая-то дичь, причем полная. Сосед становится огромным и наша задача попасть в дом, который находится за спиной соседа. И когда же мы доходим до дома, мы просыпаемся. Все это время это был сплошной сон. И тут, грубо говоря, происходит хэппи-энд. И если говорить про продолжительность Hello Neighbor 1, то она проходится примерно за 2-4 часа. Ну если вы, конечно, проходите игру в первый раз. Ну а теперь переходим ко второй части Hello Neighbor. Теперь-то мы играем за Квентина, он же охранник в Call of Guest и он же журналист. Его главная задача – искать разные улики и разгадывать тайны. В первую очередь соседа, он же Теодор Питерсон. Он узнал то, что в пропажах детей как-то связан сам сосед, так как он издевается над своим сыном. Почему? Да все просто. В его семье произошел кризис. Сначала умерла его жена, затем его дочь, но дочь умерла из-за сына, в которой как раз и соседи держат его в доме. Но потом Квентин узнает, что со всеми этими тайнами связаны и другие его соседи. Поэтому он решает забраться в их дома и там же найти улики Питерсона, которые он там и хранит. И да, я знаю, что найдутся люди, которые скажут, что сосед не мучает своего сына, а наоборот защищает его и поэтому не выпускает его из дома. И да, с этим я буду с вами согласен, но мы не можем правильно понять соседа. Если говорить теперь про продолжительность Хэллоу Небер 2, но он короче. Не, ну если вы проходите игру в первый раз, без гайдов и тому подобное, то игру вы пройдете примерно за 3-5 часов. Ну а если пройти игру, зная при этом все загадки и места, то вы без проблем проведете игру за 20-30 минут. Но опять же, это будет зависеть от человека. Но не стоит забывать, что разработчики будут дальше поддерживать Хэллоу Небер 2 новыми патчами и сюжетом. А так по балу каждому. Вот тут еще интереснее. Ведь в хор играх должен быть очень хороший ИИ врага, чтобы он мог как-то обманывать игрока или пробираться в тех местах, где это он может. Итак, Хэллоу Небер 1. Он не только может гоняться за игроком, я про соседа, Ну и еще, ставить камеры, капканы, кидать клей, чтобы заметить игрока, кидать помидоры, чтобы слепить игрока, запрягодировать в разбитые окна и заглядывать в места, где прячется игрок. В первой части это охренеть как хорошо работало, особенно с музыкой. Ну конечно многие скажут, что музыка в первой части была не очень и раздражительной, но мне кажется, что это наоборот к лучшему. Но есть одно но. Это третий акт. Почему? Да потому что сосед попросту не будет ходить на третьем-четвертом этаже. Он может только ходить по первому-второму этажу. И из-за этого пропадает экспириенс и страх игры. А что у нас со второй частью? ИИ также бегает за игроком. Угу. Ставит ловушки. Угу. Но где эти гребаные камеры, которые ставил сосед? И почему он больше не использует хоть какие-то вещи для обездвижения игрока? Ну так-то да, все соседи здесь могут кидать в игрока вещи, предметы. Но это не так сильно мешает сбежать от него. Это странно. А, и в основном случае, в частности у меня, ИИ сильно тупит, когда он гонится за игроком. То он бежит, то он останавливается. И так каждый раз. А еще они могут быстро потерять игрока из виду. Когда тот за углом или где-то еще. Зато они могут услышать то, как игрок громко бегает на втором этаже или где-нибудь еще. Но этого мало. Короче, если вкратце, то, грубо говоря, балл получает первый Хэллоу Нейбор. Ммм, я знаю, я знаю, кто победил. Ребята, победила дружба! Хе-хе-хе!